всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я обожаю всякие пирожки но как и многим из вас не крайне нравится возиться на кухне долго и больше всего на свете меня убивает необходимость лепки вот этих вот пирожочков мне проще из того же самого количества продуктов один здоровенный пирог слепить чем 10 маленьких склеить этого еще учтить что я тесто руками вымешиваю меня для этого дела планетарный миксер есть но сейчас магазине можно купить тесто слоеное вполне приличного качества и если сейчас мне хочется пирожков я абсолютно не заморачиваясь моментально их делаю способ который сегодня покажу позволит приготовить даже тем у кого кулинарный опыт находится на нуле очень просто сейчас все покажу духовку уже можно греть верхний неженогрев 180 градусов ну и воду в кастрюле пора кипятить сегодня приготовлен пирожки сразу с тремя разными начинками мясная капустная и картофельная лука надо начистить и нарезать часть отправлю в сковородку обжариваться это для картофельной начинки а часть мне понадобится в сыром виде для мясной а чтобы мясная начинка была очень сочная лука в ней должно быть много не меньше 25 процентов по весу кстати масло уже нагрелось и сюда пора лук отправить но только лука в местной начинке недостаточно для яркости и сочности понадобится еще и помидор нарежу его кубиками вот теперь все будет совсем здорово но для картофельной начинки понадобится картошка кто бог подумать логично правда варите надо в подсоленной воде для того чтобы картофельная начинка была совсем классная в ней кроме зарумянинного лука кстати как он здесь но он здесь отлично так вот кроме зарумянинного лука понадобится еще и шкварки и эти шкварки я приготовлю из венгерского шпига рецепт на канале недавно был ищите кстати в описании тоже постараюсь оставить ссылочку с не забуду то есть картофельная начинка в результате будет еще и со стринкой обожаю пусть обжаривается ну и пока процесс идет остается капусту нашинковать капустная начинка будет совершенно простецкой из капусты и вареного яйца отлично остается пропустить нас через мясорубку и приправить его всяким разным это у меня кусок говядины нарежу брусками для мясорубки а это кусок подчеревка здесь и мясо есть и сало присутствует шкурками и сейчас не понадобится я вообще признаться честно чаще всего мясника в магазине прошу понравившиеся мне куски мяса хочу мясорубку пропустить чтобы дом ее не пачкать это сегодня поленился готово остается приправить и смешать черный перец кориандр зира и сразу соль как вы уже поняли мясная начинка это эдакий реверанс в сторону самсы то есть мясо с очень большим количеством жира огромное количество лука помидоры соответствующий набор пряностей я специально даже очень крупную решетку для мясорубки взял может был конечно и вручную мясо порезать но напомню что готовлю сегодня лентяйские пирожки так ничего мясная готова картошка сварилась кусочек сливочного масла чтобы добавить сладости шкварки и лук сюда же лук кстати тоже сладости добавят молока немного отлично вторая начинка тоже готова так ну и воду для третьей начинки тоже надо скипятить в этой кастрюле буду капусту бланшировать вот в этой яйца варить еще момент важный мне для лепки пирожков понадобятся желтки достаточно большое количество белки не выбрасываешь и правда поэтому я их отдельно отварю но можно и поджарить кому как удобнее варить буду в пленке чтобы не приклеивалась надо смазать ее маслом пусть варится на самом деле когда такие пирожки готовлю то один из моих юных операторов из этих белков готовит безе добавляет сахар сбивает в пену а потом когда духовка освободится осаживает их с кулинарного мешка на пергамент для выпечки и сушить там но уж слишком много сегодня белков получится слишком много безе так что добавлю белки в капусту и над бланшировать подсоленном кипятке в течение трех-четырех минут ну и давайте уже пирожками займемся наконец сколько можно завозиться с этими начинками что все было аккуратно заранее разделю мясную начинку на порции на один пирожок уйдет примерно 100 граммов капуста же бланшировалась яйца тоже сварились пусть остывает в холодной воде все перемешать приправив подсолнечным маслом если соли недостаточно выправляйте на свой вкус все начинаем наконец-то келепку без разницы какое именно слоеное тесто брать дрожжевое или бездрожжевое это это отлично по этой схеме работает обещанная простецкая методика я ничего не защипываю вообще по этому поводу не парюсь смазываю желтком края кладу в центр начинку а теперь самым примитивным способом вот так вот складываю с каждой стороны ведь крето жна смазать желтком все при таком способе ничего не раскрывается все отлично склеивается все отлично держит форму и таким макаром даже первоклассник моментально соберется целую кучу пирожков видите как просто для летки пирожков я использовал желток чистом виде а вот для смазывания надо добавить щепотку сахара не обязательно коричневого как у меня и примерно ложку молока тогда цвету пирожков будет ярче ну и кунжут немного все пора выпекать в моей духовке при температуре 180 градусов пирожкам такого размера нужно полчаса ну и пока они пекутся я леплю спокойно остальные пирожки с ними все то же самое так ну и начну я конечно с мясного аромат волшебный совершенно ммм кидал сочнейшая начинка очень яркая смотрите какая чудо просто чудо и тесто Видите, оно слоится Замечательнейшее совершенно Тут важный момент, смотрите Если вы слишком тонкое тесто сделаете То оно от большого количества соков Может прорваться, поэтому по идее Сверху можно перед посадкой в печь Делать отверстие Либо просто Донышко делайте толще А краешки вот этого квадрата Делайте потоньше, тогда все будет нормально Ну короче, приноровитесь Тут все, конечно, еще зависит от того, какое тесто у вас в наличии Вот у нас продается сразу тонко раскатанное В России Я покупал неоднократно Слоеное тесто Три пласта таких, достаточно толстых Его еще и раскатывать нужно, вот с ним можно как раз таки Сделать толстое дно, сообразите, короче Давайте посмотрим, какая начинка в остальных получается Это вот картофельный у меня Ну вот-ка О, смотрите Класс, огромное количество начинки Тесто тонкое, просто чудо А это капустное О Обалдеть Так, ну начну я, наверное, с картофельной Обожаю Обалденно Просто обалденно Из-за того, что шкварки присутствуют Именно вот эти шкварки из венгерского шпига Это острота присутствует То есть картошка, наверное, и сладкая И ароматная И солененькая Еще и со стринкой Супер Ну и, конечно, самый класс Это то, что тесто слоеное Оно очень Вот это нежирное слоеное тесто, оно классное Оно очень сыпучее, легкое И Нет ощущения, что ешь хлеб Большое количество Прям супер Так, ну и давайте пройдемся по капустной начинке Можно, конечно, и это, может быть, даже будет вкуснее Капусту потушить Поджарить Но это долго А вот такой вот вариант Быстрый Сегодня же ленивые пирожки На мой взгляд, очень классный Легкая Классная Свежая такая Яйца присутствуют Здорово Просто здорово Короче Если у вас есть возможность Брать нормальное слоеное тесто в магазине Используйте его И вот таким способом лепить Когда не нужно ничего Защипывать Выписывать Корячиться Шлеп И аккуратненькие Красивые Ровненькие Пирожки Готовые Очень удобно Рекомендую Огромное спасибо за компанию За лайки Дизлайки За репосты Всем пока Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова